Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Относительно недавно в повестке богословия появилось новое слово. Как кажется новое, Теоэстетика. Появился одноименный ютуб-канал, появился фонд Теоэстетики, начали издаваться книги. И у людей возникает вопрос, а что это вообще такое? И православно ли это слово, или это нечто модернистское, обновленческое, то, чем заниматься и увлекаться, не рекомендуется для ортодоксального христианина. И вот мы решили в нашей студии разобраться и с этим термином, и с этим явлением, и дать некое новое вводное для вас, наши дорогие братья и сестры, друзья. И говорить давай в этой студии о Теоэстетике мы, конечно же, будем с философом, богословом и по совместительству заведующим библиотекой Самарской семинарии отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте! Здравствуйте, Теоэстетич! Очень. Ну, относительно недавно у нас прошли здесь с вами встречи, беседы по поводу литературы. Рекомендации на лето. Да, я надеюсь, наши телезрители прочитали все, что мы задали на лето, или что мы отрекомендовали, с использованием той методы, которую предложили вы. Но мы вот тогда еще собирались поговорить как раз о Теоэстетике с позиции вот книг, которые сейчас издаются. Нам не хватило времени, вот мы решили, собственно говоря, продолжить. Давайте с главного, наверное. Теоэстетика — это вообще что такое? Здесь люди слышат и слово Тео, Бог Теос, и эстетика. И что это вообще такое? Какое-то новое богословие, какое-то давно забытое богословие, что это? Да, в том и дело, что это не совсем такое академическое богословие. Тут мы вступаем на такую зыбкую почву, потому что даже если мы будем говорить о определениях богословия, то мы их найдем целый веер. Потому что, рискну сказать, для каждой эпохи это будет нечто свое. Потому что, ну, не будем делать вид, что апостол Павел богословствовал так же, как богословствуют заведующие кафедрой богословия в Сорбонне, например. Ну, то есть это же разные вещи, да? И Платон тоже полагал, что он богословствует. И само происхождение термина, оно греческое. Но если мы попытаемся определить исходную интенсию, исходное намерение, то есть для чего нам вообще начинать вот эту большую дискуссию, вот этот большой разговор, то, в общем-то, это... Опять же, надо будет формулировать очень осторожно, но рискну сказать, что каждое новое направление, оно начинается со скандала. То есть каждая новая философская школа начинается со скандала. И даже, кстати, вот Симеон получил свое прозвище «Новый богослов» сначала как нечто ироническое. Это кто же это у нас сейчас вот тут говорит? Это что же у нас? «Новый богослов», а потом раз, и вдруг оказывается Симеон «Новый богослов». И когда не то чтобы иссякает, но как-то становится фоном и уже не производит впечатления новизны, вот старая интенсия, старое намерение, старый поиск, надо искать какие-то новые пути. И вот теоэстетика, она начинает, на мой взгляд, ну, разумеется, я умею прятаться за статуями, разумеется, я произнесу и имена, и названия книг, но все-таки я робко предположу, аудитория программы, она сама могла бы ознакомиться со списком книг, поэтому надо предложить какой-то вот взгляд, не пересказывающий позицию автора. Поэтому мне ближе всего вот, значит, интенсия первая, что эстетика, она выше этики. Тут я сделаю паузу, чтобы покатать мысли в черепе, да, то есть мы привыкли к тому, что этика – это нечто такое фундаментальное, и она должна быть у всех. И вот, значит, первая проблема – это то, что человек, как правило, не пишет собственную этику. Этика – это учение о нравственном, о благе, правильно? Это учение о том, как жить достойно в минимальном таком, в минимальной претензии. И если уж мы говорим о максимуме, то этика – это про то, как жить счастливо. То есть человек почему-то полагает. То есть не путать этику с этикетом, что очень часто происходит в головах обывателей. Да, то есть этикет, он к этике не имеет никакого отношения вообще. То есть это просто правило поведения, это, простите, дрессировка. То есть когда человека в первые годы жизни просто натаскивают. То есть у меня есть замечательный анекдот, прекрасный, иллюстрирующий ситуацию, когда вот, значит, едет мама, румяный такой малыш, маршрутки, все замечательно, великолепно. Вот прям, ну, такое умиление нахлынуло на бабушку, которая ехала с дачи, она берет яблоко из корзины, вручает мальчику, и мама так сказала строго, что надо сказать? И мальчик говорит, здравствуй, яблоко. Ну, то есть это то, как нас натаскивают, как нам надо в той или иной ситуации себя вести. Но никто не спрашивает, хочет ли мальчик яблоко, любит ли он яблоки, нужно ли мальчику яблоко, нужна ли ему вот эта вот внимательность бабушки и так далее. Так вот, значит, эстетика – это о прекрасном. И вот основная интенция, что эстетика, она выше этики. Потому что, повторюсь еще раз, почему-то все согласны с тем, что правила жизни должны быть, но в том и дело, что постоянно возникает дискуссия на тему того, что нет универсального кодекса правил. То есть где должно быть свободно, где не должно быть свободно, где должна быть альтернатива, где не должно быть альтернативы и так далее. И в том и трагедия, сознательно произношу слово трагедия, что человек, который поленился сам написать для себя этику, всего лишь три вопроса – отношение к себе, отношение к миру, отношение к другим. То есть даже студенты, самые свободные, самые открытые, самые имеющие огромное количество времени на досуг для того, чтобы и читать, и спать, и путешествовать, и выстраивать отношения, да мало ли что еще делать. Но даже они почему-то не спешат взять и закончить собственную систему этики. А значит, если у человека собственной системы нет, она будет у него заимствованная. И, как правило, тоже не будем льстить себе, никто из нас не прочел там Канта, Милля, Аристотеля и так далее, вот всех тех, кто писал об этике и выбрал себе философскую этику. Чаще всего это религиозная этика. Потому я говорю, что, к сожалению, что люди пытаются использовать религию как подпорку. Если у человека нету этики собственной, он сам ее не придумал. Если у человека нету этики как сознательного выбора, то есть он опять же взял и 3-4-5 лет своей жизни потратил на философский факультет, чтобы все это прочитать, у стаканей, здесь беру, здесь не беру, здесь рыбу заворачиваю. И получается, что у него такая куция очень религиозная этика, как набор готовых ответов. То есть не убивай, не обманывай, женись на одной, веди себя прилично и ходи раз в неделю в храм. Или там женись на четырех, не пей вина, ходи в пятницу в мечеть. Или опять же делай обрезание, ходи в субботу в синагогу и так далее. То есть получается, что вот это лишает религию самоценности. Поэтому я раз за разом произошу слово сожаление, потому что, ну, действительно, это самоценное нечто. Это бог открывается человеку, чтобы у человека была подпорка. Потому что, опять же, когда спрашивают, а зачем нам 10 заповедей, то у людей такое удивление случается, когда, ну, особенно родноверы всякие, приходят и говорят, это иудейский бог. Если их спросить, ну вот иудейская религия, она про что? Она про обрезание, про храм и про жертвоприношение. Если ты вот так накосячил, то принеси голубя. Если ты вот это сотворил, то быка и во всесожжение, не меньше. И вдруг оказывается, что в 10 заповедях нет ни слова про обрезание, нет ни слова про храм и про жертву, и нет вообще ни слова про закробное воздаяние. То есть, и вот получается, что этика вдруг выходит на первый план, и дальше, как нам жить вместе. И в том и дело, что сейчас маятник качнулся в противоположную сторону, потому что до этого это было откровение, Господь открывает правила, которые следует соблюдать в Его творении. Ну, то есть, Он все это создал, Он знает, как все это работает. И вот тут тоже тонкий момент, перевод «возмездие за грех смерть» не совсем правильно, а расплата за грех смерть. То есть, можно не брать, но если взять, то расплата все же не возмездие. И вдруг получается, что дальше начинается, значит, правило поведения среди людей, потом, значит, организация общины, а потом вдруг община вышла и подавляет. И дальше уже начинается, да ладно, Господь не жесток, да ладно, что вы так прицепились к бедным геям, да ладно, пусть каждый живет как хочет, пусть в жены берет хоть овцу, хоть живет с галлюциногенным кальмаром, без разницы. Ну, и действительно, и вот тут-то вдруг, развивая исходный тезис, приходят к отрицанию. Поэтому нужна какая-то новая точка опоры, некая новая интенция. Вот эстетика может быть вполне себе тем фундаментом, на котором можно строить. Потому что, еще раз, этика не то, чтобы себя исчерпала, не то, что можно теперь вести себя неприлично. Нет, неприлично себя вести ни в коем случае нельзя. Но в том-то и беда, что сейчас этика уже не является только религиозной этикой. То есть, это долгое время был аргумент, что типа, а что удержит атеиста от безнравственного поступка? Вот верующего удержит вера, а вот атеиста... Ну, у нас даже предмет появился, основа религии и светской этики. То есть, есть некая этика светская, не религиозная. Но вполне себе атеисты справляются, вполне себе не все они готовы сотворить шаурму из младенца, встать под знамена ада и так далее. Но, с другой стороны, этика-то у них все равно есть, другое дело, что у нас строится уже совсем не так, как религиозная. Итак, теоэстетика – это некое богословие, некое направление богословия, которое точкой отчета берет красоту, созерцание этой самой красоты, потому что одной из имен божьих есть красота. Истинно так. Главное, красота обладает тем неоспоримым достоинством, что она просто появляется, и все соглашаются, что это красиво. Вот если мы начнем спорить, вот эти любые классические курсы по этике возьмем, вот вагонетка едет, здесь один человек, а здесь трое рабочих, и куда же мы повернем вагонетку? А если трое рабочих, да ну их, а это великий Рублев. Или как мы можем решать и так далее. То есть будет спор. Выбрать этого человека, выбрать не этого человека, что важнее – жизнь одного или благо миллионов и прочее. Тут дискуссия возможна. А вот если что-то красиво, то мы с этим соглашаемся. Вот тут у меня первый вопрос, ну уже второй вопрос. Когда мы разобрались с тем, что такое теоэстетика, то есть это форма богословствования, это форма богопознания через созерцание красоты и нахождение в присутствии красоты. Это построение богословия на фундаменте красоты. Да, но тут возникнет вопрос. Особенно в эпоху развития современного искусства и так далее, красота – это вообще субъективно или… Вернее, красота вообще может быть объективной? Потому что, ну, условно говоря, вот вы слушаете, допустим, Генделя, Баха, Бетховена, Моцарта, и для вас это красиво. Сажаем рядом с вами подростка лет 12, для него это все какая-то непонятная музыка, совершенно не значащая ровным счетом ничего. А вот Слава Мерлоу, вот, снова я напиваюсь, вот, это вот прямо эталон и так далее. Как мы тогда договариваемся о том, что есть красота, объективно или субъективно она? Как это, как сказать, разрешение находят те, кто термин «теоэстетика» вводит и кто ее разрабатывал? Так, ну, тут нам придется двинуться с конца, чтобы от таких вещей, разъясняющих саму вообще проблематику, само поле, то есть мы сначала расчертим поле, и только потом сможем подойти к основному труду. То есть, ну, предлагаю начать вот с «теоэстетики» Александра Филоненко, «Семь лекций о красоте». Давайте. Наш современник. Вот так эта книжечка выглядит, ее можно купить. Вот так вот. Да. Она выглядит, это «Семь лекций о красоте», серия «Богословия культуры», а издательство «Никея». Как раз фонг, да, да, да. И вот тут начинается сначала спор о словах. То есть, начнем с того, что мы даже не можем поставить вопрос, красиво ли это, потому что, к сожалению, в нашей культуре, в нашей теперешней ситуации постмодерна, мы живем именно в той ситуации, когда ничего нельзя назвать красивым, но можно как-то спрятаться за слово «интересное». То есть, а вам понравился трек вот «кого-нибудь»? Ну, это было интересно. Нет, сейчас прикольно. Ну, с другой стороны, можно... Нынешнее поколение, молодежи апеллируют словом «прикольно». Для них прикольно – это и красиво, и это интересно, это абсолютно стирающее все границы слова, которое значит все и не значит ровным счетом ничего. Вот. Размытость термина означает, что он вообще никакой. Это из серии, там, я не знаю, ну, сейчас в нашу эпоху это уже обретает другое случайно, но в целом, да, то есть, я не знаю, взорвать интернет, взорвать танцпол, взорвать вечеринку, ну, то есть, слово... Взорвать мозг. Взорвать мозг, опять же, да. Это к нашей передаче особо подможет подходить. Просто о вере, да, добро пожаловать. Ну, что ничего не могу поделать со своей профдеформацией, но, во-первых, нужно упражняться в прекрасном. То есть, я бы начал вообще с гетта, потому что вот упражнение в прекрасном – одна из задач человека. И если мы молодому человеку не показали нормально ни оперу, ни балет, ни то, как надо есть, пользуясь вилкой и ножом, то есть, уже потом, ну, это знаменитая английская шутка, да, что, чтобы пренебрегать высшим светом, надо быть вхожим в высший свет. Чтобы есть из костра руками картошку на рассвете, на глухом озере, надо уметь и мазурку на балу, и завязать галстук, и вовремя надеть смокинг, и так далее, и так далее. То есть, упражнение в прекрасном, оно в первую очередь возвышает нас. То есть, человек должен уметь выражаться высоким стилем, выражаться простонародным стилем, в нужный момент сказать «гыыы», потому что это тоже добавляет. И вот как раз вот 7 лекций о красоте, первая лекция, ровно о том, о чем вы очень сказали. В 20 веке, когда появилась модернистская литература, авангард, стало неприличным вообще использовать слово «красиво». То есть, согласимся мы, не согласимся, это неприлично, не навязывайтесь. Достаточно вспомнить знаменитое утверждение Гертруда Стайн, которое заявило, что красивыми бывают только обертки на конфетах, а великое произведение должно быть просто образцово некрасивым, чтобы отпугнуть дилетанта. И вот это очень важный момент. Если мы все сведем к конструкции, то, опять же, вот наша постмодернистская деконструкция, оно и приведет все к упражнению каких-то интеллектуалов. О чем пятая симфония? Ну, условно, как си-бемоль соотносится с до-мажор. Вот во всех сочетаниях это прозвучало, а это вообще про что? Про выплавку стали, про последнюю атаку, про первую встречу, про первый поцелуй, про первый танец, про прощание и, собственно, умирание и увядание. Нет, просто нас интересует технически, как это можно исполнить, и вот, пожалуйста. И дальше, как вот пишет его автор. Сейчас очень любопытно наблюдать, что часто в том месте, где раньше сказали бы красиво, говорят интересно. И неожиданная защита красоты пришла со стороны Сьюзен Зонток, написавшей эссе, где она указывает как раз на этот любопытный феномен. Да, мы приложили колоссальные усилия для того, чтобы похоронить слово красота, но оно остается. И можно описать множество вещей, которые вроде как интересны, но все-таки остаются вещи, которые не интересны, а красивы. Например, закат, он никак не интересен, он красив и невозможно эту красоту свести к какому-то роду интересности. И вот потому я утверждаю и отстаиваю тезис, что тело и эстетика – это новый фундамент, который очень интересен именно, во-первых, потому что он захватывает, именно потому что он бесспорен, и с ним мы согласимся, что это неинтересно, потому что кому-то интересно про, я не знаю, турецкий двор султана великолепного, а кому-то интереснее про саду Пскова, а кому-то вообще интересно про историю костюма времен Людовика Великолепного. То есть в этом случае, вот если есть красота, и это можно показать, и это будет красиво, нас увлечет картинка. А если нам просто интересно, ну вот вам интересно, а мне нет, я, пожалуй, пойду, потому что, ну вот, мне уже неинтересно. Спасибо, до свидания. И здесь я позволю себе вот такую обширную цитату, чтобы показать, как это работает, потому что закат – это все-таки про фантазию, и это тоже интересный момент, это мы прибережем для дальнейшего развития. Это стихотворение Ольги Седоковой «Ангел Реймса». Ну, видели эту картинку наверняка интернет-жителей, где ангел такой, как бы, yes, 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 yes. А при этом еще город сильно пострадал от бомбежек. И вот посмотрите, как работает вот эта вот красота, которая нас, во-первых, вот мир творится словом, а во-вторых, он еще и нас цепляет и туда втаскивает. Вот к вопросу о том, что произведение искусства должно быть образцово некрасивым, я вот придерживаюсь того тезиса, что искусство должно нас вовлекать вот туда, когда вот зашел в музей, и тебя затянуло, и ты вот утром в сосновом бару, вот это хорошо. А когда тебя из рамы чем-то шокировали, на тебя напрыгнули, и ты стоишь и не знаешь, что с этим делать, это вот совсем не, это может быть спрятано за толерантное высказывание, это был экзистенциальный опыт такой интересный, да, вот не знаете, что сказать, скажите, это был интересный экзистенциальный опыт. Как вам беляши? Это был интересный экзистенциальный опыт. И теперь давайте вот уже процитируем Седокову, еще раз, Ольга Седокова, ангел Реймса. Собор, пострадавший от бомбежек, где сидит этот улыбающийся ангел. Ты готов, улыбается этот ангел? Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю никому-нибудь о тебе, человеку, чье сердце не переживет измены земному твоему королю, которого здесь всенародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему Агнцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь, снова и снова, как каждый вечер имя мое вызванивают колоколами. Здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда, и колос, и гроздь вбирают мой звук. Но все-таки в этом розовом искрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить, ты готов? К мору, гладу, трусу, пожару, нашествию наплеменных, движимому на ны гневу. Все это, несомненно, важно, но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не за этим меня посылали. Я готов. Я говорю, ты готов к невероятному счастью? И вот это рваная речь, вот это вот бомбежки, вот это вот дыры, зияния, и вдруг нас втаскивают, а ты готов? И мы уже привыкли, что вот, а как Господь терпит смерть младенцев, а вот скажите мне, уважаемые верующие, а вот эти вот глады, губительства, огонь, потоп и так далее, а ангел-то в этом разбомленном соборе смотрит на нас, улыбает, а ты готов к невероятному счастью? И вот тут вот действительно вот происходит то, что нас втягивает, и красота всегда требует отклик. Мы не можем пройти мимо и вот по-настоящему красивого, замечательного, и не отреагировать. Вот начиная от песика в корге, которые развятся, или там мальчик, который с мамой едет, или там мало ли что еще, и мы на красоту всегда реагируем. На закат, на мелодию, на... Вот мы спешим, и нас какой-нибудь уличный музыкант вдруг выдергивает из этого в том, что вот, а я готов вот к этому. И вот это интересно. Получается, ну, так вот, немножечко я буду поэтапно резюмировать. Получается, что красота — это то, что можно назвать некой матрицей этого мира, потому что библейский рассказ, библейское повествование о творении мира заканчивает каждый день репликой, восторженной репликой Бога о том, что хорошо весьма. То есть он как бы зашифровывает это хорошо весьма в этот мир. И зашифровав, вложив эту матрицу в этот мир, вот этой красоты, подлинной красоты совершенной, он одновременно дает некие ключи, подсказки для... или, там, рисует карту путей, которые приведут к нему, к Богу. То есть, идя вот тропой восторга и восхищения, удивления красоте, распаковывания этой красоты, дешифровки этой матрицы, ты неукоснительно утыкаешься в хитон Божий. Вопрос, вот, все-таки я уточню еще раз, да, может быть, немножечко с другого ракурса. А как воспитать в себе вот эту способность видеть красоту? Потому что вот то, что вы употребили с корги, ну, или, там, с какими-то мимишными котятами, ведь тоже очень часто, там, не знаю, те же дети, которые этим собачкам, кошечкам радуются, они же не захвачены этой красотой. Они... почесать пузико, там, опять же... Нет, ну, дети, они только учатся быть людьми, простите. Но мы видим, что, как пел Борис Борисович, некоторые становятся... Некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть. Вот. Некоторые и в 50 лет, условно говоря, стоя на закате где-нибудь, да, около какого-нибудь замечательного тихого озера, радуются тому, что у них еще есть ящик водки, и не остыл шашлык. И им вообще до заката, в общем-то, по барабану. Но вот как натренировать в себе... Нужно упражняться в прекрасном, простите. Как это? Как это делается? И вообще зачем это? Вот мужик с ящиком водки и шашлыком, вот он спросит, а зачем мне это вообще надо? Как бы мы ответили, например, на этот вопрос? Не является ли вот... Сейчас, может быть, наши зрители, вот они сидят, слушают нас, говорят, ну, в общем, это все как-то избыточно, это все как-то... Ну, а зачем? Мы можем же просто читать Евангелие, ходить к воскресной школе... Мама, ну, кстати, да, спасибо. Вот действительно, я же не пропел мой любимый припев. Все, что нужно, есть в Библии. То есть в этом случае все остальное просто избыточно. Красота там тоже есть. Конечно. Вопрос в том, что ее не все могут расшифровать и прочитать. Хотя там нету описания пейзажей. И нету вот драмы, когда... Но зато есть песни песней, когда описывается красота человеческих отношений, вообще человеческого тела, она такая эстетизируемая эта красота. Но мы же тоже понимаем, что... Причем, заметим, да, отличный пример. Почему не так уж и необходимо этому учить? Потому что оно как бы просто встроено. Это вот... А не кажется ли вам, что гитара похожа на женщину? Сударь, ну, если вам нравится женщина без рук, без ног, с длинной шеей и шестью ушами, то, наверное, гитара похожа на женщину. Ну, мы же понимаем, что вот и параллель есть, а с другой стороны, если педантично занусывать, вот если мы запишем вот все приметы возлюбленной из песни песней, а потом пытаемся нарисовать. Был такой интересный эксперимент. Я зрителям, собственно, предложу найти самостоятельно. Это было нарисовано, и это очень не похоже на... То есть, вы знаете, не то, что древнеиудейский стандарт красоты, не то, что средневековый стандарт красоты, но мы после Пикассо и Дали, и то при некотором усилии смогли бы это восприять. Потому что... Ну, вот что делает человек человеком? Вот в чем вопрос. Потому что к вот этому пределу, что мы не животные, подходят практически все, и даже не в школе, а где-то, ну, к... Ну, к первому десятилетию жизни. Вот на рубеже уже нам народ как-то понимает, что как бы очень много есть от животного, очень много животного в себе радует на тот момент, но все-таки надо как-то над этим возвышаться, надо как-то вот это гармонизировать. Повторюсь, упражнение в прекрасном – это необходимость. То есть, это и чистое писание, и чтение, и навык речи. То есть, это то, что вообще нейтрально. Потому что, ну, заметим, иронизируют над этим горько уже давно, но когда люди говорят, ну, вот, а что дает школа, да, ну, для чего она? Вот это не надо, вот это не надо, вот это не надо. И в итоге чего осталось? Английский, да, чтобы понимать команды, физкультура, чтобы быть здоровым, да, ну, и минимум русского языка, чтобы уметь прочесть текст и поставить свою подпись под договором об ипотеке. Ну, и все, и замечательно. Но, и заметим, сами те, кто в этой системе находятся, они над ней же и шутят, и сами, они же и говорят, а вот дайте мне что-то вечное. И вот как раз курс эстетики, он познакомит хотя бы о, ну, с красотой, опять же. Потому что к какому-то моменту, когда тот самый гипотетический мужик достигает некоего уровня благосостояния, он едет, вообще пытается выехать туда, где красиво. То есть это либо... Даже не осознавая этого, да? Да, да, да. Даже если он пытается от этого закрыться, потому что это тоже другой момент, очень интересный. Вот выехать на природу, чтобы что? Чтобы включить колонки и не слышать звуки природы. Чтобы ввергнуть сознание в измененное состояние, там, с какими-то возлияниями или употреблением, там, какого-нибудь мяса в диких, в конских количествах. То это тоже как бы вот природу нивелирует. Это можно сделать и дома. Но перед этим обязательно надо выехать на природу. А если с претензией, то уже едут какие-то вот такие страны, где вот прям эстетично все. Марки красивые, чашки красивые, дверные ручки красивые, окна красивые. И никого уже не волнует, что Италия дважды вступала в мировую войну на стороне агрессоров и заканчивала на стороне победителей. Вот как так? Здесь мы ставим многоточие. Так уж получается, что у нас, к сожалению, подходит сегодня время к концу. Но мы для наших телезрителей поясним, что мы вообще будем сейчас... Обычно мы здесь двигались так, что мы бросали некий камешек в воду и концентрические круги расходились в широту. То есть мы кидали, например, какую-то очень серьезную тему, а потом ее обстоятельно рассматривали. В этот раз мы как раз будем двигаться наоборот. Концентрические круги у нас будут вот к этому камешку идти, который мы бросим... К эпицентру. Да, к эпицентру. Да, когда мы будем говорить уже о Бальтазаре, который, собственно, термин Теоэстетики ввел в 60-х годах XX века, который разрабатывал, который был очень плодотворным богословом в этом направлении, пока мы только коснулись... А перед этим поговорим еще о другой книге. Да, в следующий раз мы поговорим о более серьезной книге, чем... Ну, более сложной, философски сложной книге, чем сегодня мы разбирали Филоненко. Но если вас заинтересовала, дорогие наши зрители, тема Теоэстетики, мы рекомендуем начать все-таки с Филоненко. Александра Семеновича, потому что он умеет писать красиво, просто о сложном. И, может быть, дальше вы дойдете до глубин Бальтазара, о котором у него тоже, кстати говоря, есть в интернете лекции. Но на сегодня спасибо огромное, отец Сергий. С вами мы обращаемся, дорогие друзья, в следующий понедельник. Не пропустите нашу передачу. Мы будем продолжать этот разговор. Хранились бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова